Хохленд, Пиздохленд или Пиздастан? Итак, почему идея убивать судей объединяет весь Пиздастан? Самый простой способ не быть задавленным на пешеходном переходе случайным автомобилем сидеть за рулем этого автомобиля. В стране, где кадры решают все, лучший вариант принадлежать именно кадрам. Ковбойский антураж дикого капитализма, который заботливо выстраивается вокруг нас последние 20 лет, намекает на то, что в этом фильме стоит играть роль шерифа или, по крайней мере, его помощника. Если у тебя нет влияния на судебную систему или хотя бы правоохранительные органы, твои шансы на ведение честного бизнеса и добропорядочного образа жизни существенно уменьшаются. Нас всех бросили в эти траншеи, сообщив, что оружие мы должны добыть в первой атаке. На этом и основывается моральный кодекс строителя новой либеральной системы в одной отдельно взятой независимой республике. Нам не на кого надеяться, не на кого рассчитывать, некому доверять. Собственно, никто никому и не доверяет. Наибольшее недоверие вызывают, конечно, милиционеры и судьи. Когда вы последний раз обращались за помощью к милиции? И если обращались, что это вам дало? Кроме сомнительного удовольствия от общения с людьми в погонах, мы живем в странное время и в странных условиях, мы лишены доверия и законопослушности. Вместо них мы пользуемся скепсисом и умением договариваться. Бытие определяет сознание. Наше сознание в этом случае определяет возможность рассчитаться наличными. Это хорошая школа жизни. Те из нас, кто выживет в многолетней золотой лихорадке, всегда смогут поведать своим детям, что лучше всего в отношениях с родиной держать ноги в тепле, а активы за рубежом. Каждому из нас есть что рассказать о механизмах, которые поддерживают жизнедеятельность нашей страны. У меня есть четкое ощущение, что мы живем накануне масштабного пересмотра общественных отношений, и что за ближайшим поворотом истории нас ждут веселые всадники апокалипсиса, готовые повести за собой в партизанский рейд по глубоким тылам отчизны. Я смотрю на судей, которые пытаются, или по крайней мере делают вид, что пытаются развести нас по углам ринга и определить, кто из нас победитель, и понимаю махновские настроения среди населения. Кто будет доверять судьям в стране с таким уровнем коррупции? Кто откажется заплатить судье в стране с такой судебной системой? Кто в конце концов откажется ликвидировать судью, чьи услуги стоят слишком дорого? Вопросы только на первый взгляд риторические. Похоже, украинские ковбои понимают, справедливость это то, что отвечает твоим представлениям о жизни, а не то, что покупается в залах заседаний. И все, по большому счету, определяется не твоими правами, а твоими возможностями. И вот когда единственной возможностью остается самосуд, можно говорить о соответствии общественных настроений государственной кадровой политики. Странным образом идея завалить мента или поджечь помещение суда объединяет сегодня это потрепанное в боях за рынки сбыта и общество. Неуверенность порождает агрессию, разочарование и обида, порождают потребность взять дело в свои руки. Дальше вопрос только в том, сколько у населения на руках огнестрельного оружия. Количество партизан меньше зависит от непролазности лесных насаждений, а больше от того, насколько зажрались вражеские гарнизоны. Думаю, мы просто обречены на появление народных мстителей, которые на добровольных началах будут отстреливать наименее увертливых представителей закона. Этот закон систематически нарушающих. Перспективы не слишком радужные, согласен, но теория дарвинизма в том и состоит, что выживает тот, у кого в результате окажется больше патронов. Нам всем упорно и настойчиво навязывают игру, победитель которой вынужден будет считать трупы не столь удачливых участников. Ясное дело, что мнения общественности по этому поводу разделяются. Одни говорят, что 90-е возвращаются, поскольку на улицах снова стреляют. Другие наоборот убеждены, что стреляют именно потому, что возвращаются 90-е. Знающие люди советуют не паниковать и делают на прикладе очередную зарубку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова